Новым этот праздник не назвать. Принятие решения отмечать окончание Второй мировой войны состоялось еще 3 сентября далекого 1945 года, сразу через день после капитуляции Японии. А с 2010 года праздник перенесли на 2 сентября. В этот знаменательный день сочинских ветеранов пригласили в администрацию центрального района, где их поздравил лично Сергей Павленко. Защищали свою родину, выполняли свой дом, защищали детей своих, защищали своих женщин, свои семьи, своих мужчин, защищали свой родной дом. И вот это основная задача, которую вы сделали с блеском и с достоинством. После поздравительных слов все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Всем ветеранам вручили подарки и почетные грамоты. За праздничными столами герои самой страшной за всю историю человечества войны вспоминали о тех тяжелых для всего мира временах. Фронтовик Михаил Инкин рассказал о своем самом тяжелом бое. Взятие города Будапешт, вот медаль за взятие Будапешта есть. Там мы очень тяжелый бой. Мы взяли 13 февраля полностью, взяли город Будапешт, освободили. Там была атака 11 танковых дивизий. Сам командовал этими делами Гитлер. К сожалению, по состоянию здоровья не все ветераны смогли прийти на эту встречу, но и они не останутся без внимания. В зале присутствовал полковник запаса, ветеран Советско-японской и Второй мировой войны Ашот Качканян, в госях у которого побывала наша съемочная группа накануне 9 мая. Я тогда был молодой, 24 года, кровь с молоком, быстрая реакция у меня была. Вот они рассчитывали, значит, это, правый рукой не кинжал, а левый песок. Хотели, значит, как раньше у них удавалось это все, песок раз, зашипит тебе и голову отрубит. На этот раз у них осечка получилась. Я увиннул, песок мне не попал. А как он, значит, размахнулся этим самым кинжалом, а я выставил пистолет, в руках пистолет был, попал, кинжал в пистолет, у него кинжал упал, у меня пистолет упал. И мы схватились, он был маленького роста, я помял его. Очень давно, ровно 68 лет назад, окончилась война, унесшая жизни десятков миллионов человек. Довольно большой срок на память о тех страшных событиях, о доблести и героизме наших отцов и дедов навсегда останется в сердцах всего российского народа. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.